Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы. И сегодня среда. Время в Чикаго 10 часов 50 минут утра. По московскому времени это 19 часов 50 минут. И, как всегда, по средам у нас в эфире руководитель русской школы Таро, Таролок с почти 25-летним стажем Сергей Савченко. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Ну, прошли у нас два телемоста Таро-Моста. И у нас соответственно поступали вопросы. Мы, кстати, планируем делать в ближайшем будущем живой лайф-эвент, называется, то есть в живую вот такую вот беседу, где будут телезрители YouTube, точнее зрители будут видеть нас вживую. Причем с двух сторон будут видеть. А до этого видели мертвые? А до этого нет. До этого вообще никто ничего не видел, поскольку это было по радио. А радио, понятно, там только звук у нас есть. Звук есть, изображения нет, как говорил Живанецкий, но над этим работают. Сергей, как вы считаете, вот мы встречались с Фрэнни Рубинсом. Она достаточно известный человек. Ну, не знаю, как в рамках, масштабах Соединенных Штатов Америки, но в Чикаго она известна. И, в общем-то, у нее было достаточно много клиентов. Мы, во-первых, говорим по-русски сейчас. Во-вторых, она нас не слышит. А даже если бы слышала, все равно не понимала. Вот скажите, как ваше впечатление, представление о ней, как аторологи и, так сказать, вообще? Это вообще не очень корректный вопрос. Некорректный вопрос? Да, да. Да, за глаза обсуждаем. Не-не-не, я не к этому говорю. Я сейчас объясню, почему я это спрашиваю. Я просто не договорил, возможно. Дело в том, что она интуитивный, intuitive reader, или она интуитивно разбирает карты. Поэтому ей, так сказать, все равно они перевернутые, не перевернутые. Она смотрит на карты. Она, в принципе, заранее знает уже, как бы, ответ. Ну, во-первых, как вы к этому относитесь? А второй будет вопрос, почему я это задал. Как вы относитесь к ней, как к человеку, который достаточно серьезную болезнь, можно сказать, пережил, и у нее сейчас нету. Это был рак. И она, как у нас называют, Cancer Survivor, и ей об этом сказали, как выяснилось, карты. Правда, не только карты, но в том числе. У меня таких историй было бесконечное количество. Поэтому я к этому никак не отношусь. Это феномен. Это происходит. Этому нет никакого разумного логического объяснения. Я его не ищу. Даже не пытаюсь об этом думать. Мне человек приходит и говорит, все совпало. Вот ты погадал, все совпало. Ну, хорошо. Человек приходит и говорит, не совпало. Ну, хорошо. Что я, мол, с этим сделал? Ничего. Я ведь не знаю, совпало оно или не совпало. Или он сам себя в этом убедил. Или он это придумал. Или он мне врет, что оно не совпало. Или, наоборот, врет, что совпало, чтобы сделать неприятное. Я не знаю этого ничего. Там, где я могу проверить, хорошо. Там, где я не могу проверить, ну, значит, не могу проверить. Ситуация с такими информациями, которые ты получаешь, которая тебе спасает жизнь, это было не только с моими клиентами, это было со мной. Пусть жизнь спасала, но избавляла меня от очень серьезных неприятностей. Я счастлив, что у меня в руках есть такой инструмент, которым я могу воспользоваться. Поэтому чисто по-человечески я искренне рад за нее, что ей повезло, что она получила такую информацию, смогла ей воспользоваться и вышла из этой ситуации. Прекрасно, замечательно. А что я еще могу сказать? По поводу того, как она работает, у нас получаются похожие ответы. Ответы практически идентичные в плане глобального, инспективно, логически. Нет разницы. Просто тебе дали вопрос, ты дал ответ. Совпало? Да, совпало. Все. Никаких вопросов больше нет. А какую технику ты использовал, разве это имеет значение? Да, но я сейчас обращаюсь, допустим, к тому, что человек решил погадать себе или обратился к известному там тарологу, неизвестному, неважно. И таролог говорит, карты выпали, остановить лечение. Но ведь это связано с очень серьезными вещами. Это связано со здоровьем. Я, когда ко мне приходит и такое выпадает, я сразу говорю. Значит, смотрите, что у нас с вами происходит. Мы задаем вопрос высшим силам. Я ничего не думаю. Мне лично глубоко плевать, какой ответ вы получите. Если у меня выпадет остановить лечение, я вам это скажу. Если у меня выпадет жрать пилюли дальше, я вам это скажу. У меня что выпадет, я вам то и произнесу. Это не я произношу. Это не имеет ничего общего с тем, что у меня есть в голове. С тем, какие у меня представления о правильном, неправильном, должном, недолжном и всем остальным прочим. Мы задали ответ высшим силам. Вы его получили. Что вы будете делать с этим ответом? Это только ваша проблема. Только ваше решение. Вы решили воспользоваться этим советом? Прекрасно. Вы решили его проигнорировать? Ради Бога. Я вам расскажу одну историю. Я прочитал ее в книге Переслегина «Тихоокеанская премьера» про американо-японскую войну последнюю 45-го годов. Битва за Медуэй. И японские генштабисты моделируют это сражение. Как оно должно пройти? Они бросают кубики. Шесть. Наш корабль затонул. Один. Ихний корабль затонул. Все. Вот они бросают. У них по игре гибнет три авианосца. Они смотрят друг на дружку. Говорят, такого просто не может быть. Их авианосцы гибнут. Ихни авианосцы гибнут. Да. При моделировании этой игры. Этого сражения. Они перебрасывают кубики. Естественно, у них выпадает уже что-то другое. Начинается битва за Медуэй. И они теряют три авианосца. Вопросы? Нет вопросов. Ты обратился к Богу икры? Да? Он дал тебе ответ. Ты не захотел в это верить? Это чья проблема? Ну, хорошо. Я понимаю, о чем вы говорите. Я всегда говорю, что вот то, что я говорю в картах, это не то, что я думаю. Знаете, как редакция оставляет собой право быть несогласным с автором. Правильно. Так как и у нас на радио. Руководство радио не несет никакой ответственности за мнения гостей в эфире, включая Сергея Савченко. Точно, точно. Да. И не всегда согласны с этим мнением, что самое интересное. Да вы что? Да. Не могут этого быть. Хорошо. Ну, а чисто по-человечески, вот скажите. Или у вас нет такого? А что по-человечески? Я не совсем понимаю. Ну, как? Ну, вот не имеет ничего общего, то, что вы думаете, с тем, что выпадает в картах. Да. А если вы считаете, смотря на человека, у вас есть какое-то ваше личное мнение, которое вы составили об этом? Я задам вам вопрос. Вам важно мое личное мнение или нет? Если вы скажете «да», я вам его озвучу. Если вы скажете «меня твое собачье мнение ни капли не интересует», я скажу «да не вопрос». Замечательно. Вот я как раз об этом и спрашиваю. Часто ли бывает тогда в таком случае, что люди приходят и они, вот вы им говорите, они удовлетворенные или неудовлетворенные уходят, но они спрашивают, а что вы лично, Сергей Савченко, об этом думаете? Крайне редко. Крайне редко они спрашивают, что думая об этом лично я. Чаще всего это бывает с моими знакомыми, друзьями, которые допускают, что я относительно умный человек и мог бы что-то умное сказать. Ну, есть такое понятие «ум и разум». Они совершенно разные, знаете, ум и разум. То есть, вот, допустим, какой профессор, да, возьмем профессора. Профессор – это должность, это не означает, что он умный. Интеллект и мудрость. В компьютерных играх это интеллект и мудрость, да. Да, наверное, да. И есть такое понятие в английском языке «intelligence». То есть, это мудрость. Человек может быть мудрым, но абсолютно глупым в то же время, как это ни странно, как это ни парадоксально. Допустим, человек профессор, да, он профессор, но занимается совершенно неблаговидными какими-то делами по отношению к другим. Нет, это уже моральное качество, это уже моральное качество. Ну, даже неблаговидными, я имею в виду, ну, скажем так, курит, пьет, да, а людям объясняет… Нет, это не моральное качество. Это моральное качество. Курит? Почему? Это привычка дурная. А он обучает студентов, что курить вредно, допустим. Да, но это не связано ни с мудростью, ни с интеллектом, это связано с моральными качествами. Ну, хорошо, пускай будет так. То есть, получается как? Те люди, которые приходят к вам, подавляющее большинство ваших клиентов, они не задают вам этого вопроса, хотя, наверное, если бы задать этот вопрос и получить… Вот я, ну, не знаю, мне так кажется, что я, допуская, вот я приехал в Индию, я сразу поставил себя в положении ученика, первый раз приехал, понятия не имел, что там происходит, кто такие эти, там, ну, не имею в виду индусы, пандиты, допустим. Они мне начали говорить, ну, я ничего не знаю, естественно, я могу верить, я могу не верить, я об этом ничего не знал. Но я себя поставил в положении ученика, как будто для начала я согласен, совсем абсолютно не знают лучшее. И вот… Нет, не лучше, больше. Больше, ну, хорошо, больше, да, больше. Хорошо, тогда вот такой вопрос, вот с моей точки зрения, допуская то, что человек, который мне гадает на картах, во-первых, это же не просто автоматически он выучил расклады, допустим, да, взял, это же можно сесть и задаться целью. Я, кажется, понимаю ваш вопрос, Миша. Я вам скажу так. Вот я пригласил к себе специалиста по ремонту телевизоров. Он охрененно чинит телевизоры. То есть, он только посмотрел, дунул туда и он сразу заработал. И я полностью доверяю ему относительно ремонта своего телевизора. Но я не буду спрашивать его, что мне есть на ужин. Потому что это другая компетенция. Читать карты – это одна компетенция. Быть мудрым – это другая компетенция. Они, и это удивительно, не коррелируют между собой. Почему? Я могу прекрасно читать карты. И быть дураком в обычной жизни. Потому что это разные вещи. Я обучен это делать. Я знаю значения. Я знаю стандартные разные всякие штуки. И я это делаю. Я делаю это хорошо. Я сколько людей видел, которые компетентны в своей профессиональной деятельности. И дебилы в обычной жизни. И ставлю в другую ситуацию. И он такое начинает творить. Ты смотришь – это тихий ужас. Есть вот такая идея, что вот то, что я этим картами занимаюсь – это как-то влияет на мою мудрость. Это никак не коррелирует. Это абсолютно… Я согласен. Я согласен с этим. Есть очень и очень много примеров, когда очень известные люди, которые совершенно гениальные в той области, которой они занимались, они абсолютно не от мира всего, так скажем. Причем, чем более гениальный человек, тем более он не приспособлен к ни к чему другому, ни к жизни, ни к чему. Я в данном случае имею в виду хирург. Есть же хирург, который очень технически подготовленный хирург. Он все знает. Он выучил анатомию. Не знаю. Все. Выучил все, что можно выучить. И он прекрасно разбирается. Но вот, допустим, все равно существуют моменты, когда он, допустим, приглашает какого-то консультанта. Он не знает. Он не знает, как поступить, куда идти, как обойти. Что-то такое. То есть, есть хирурги, скажем так, от Бога. То есть, у них есть интуиция. Я только в этом плане спрашиваю. Человек может быть технически, выучить все расклады, интерпретировать их, как интерпретирует. Скажем, я занимаюсь... Вот еще. Последний аналог я проведу. А я скажу, что интуиция приходит с опытом. А, вот так я же про это и пытаюсь задать вопрос. Помогает ли интуиция? И можете ли вы, как интуитивный человек, более того, вы еще разбираетесь в многих других вещах, каким-то образом интерпретировать карты не механически? Да, нет, да, нет. Я, вы знаете, я не провожу разницы между механическим интерпретированием, интуитивным интерпретированием. Потому что, в моем случае, это выглядит очень просто. Я смотрю на карты, и я вижу ответ. Я потратил полгода для того, чтобы разобраться, как я это делаю. Я с этим разобрался. Я вычленил уровни, как у меня это происходит. То есть, если я вспомнил базовое значение, у меня ответ сложился, я не буду дальше копаться. А зачем? Ответ уже получен. Я чувствую, что он полный. Я делаю какие-то проверочные штуки. Да, он полный. Дальше не надо копаться. Если же я чувствую, что ответ не полный, что ситуация более сложная, что там всякие разные штуки, я буду копаться дальше. Я буду подключать разные особые техники, в том числе интуитивное видение. Ну, там разные действительно техники есть. И все, у меня все получится. Вот. Но это далеко не всякий раз нужно. Большинство ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, они ведь обыденные. Они легко читаемые. Они прозрачные. Ну, понятно, понятно. Хорошо. Я не делю это. Я не делю, что вот этот, сейчас я механически читаю, сейчас я интуитивно читаю. Это все равно комплекс получается. Ну, вот у вас есть мнение, опять же, это связано с какими-то очень серьезными вещами. Я имею в виду теми вещами, которые, допустим, ну, здоровье, да, вот под угрозой, допустим, так. И человек вам задает такой вопрос. Ну, поеду я в отпуск или не поеду, там, у меня есть вот эта любовница, эта жена, как мне делать, это бог с ним. А вот именно такие серьезные вопросы. И карты выпадают о том, что, ну, к примеру, надо остановить лечение. Вот берем тот же самый случай. Ну, вы интуитивно чувствуете. Вот про рак я вспомнил, да. Дама говорит, у нее рак, у нее уже диагностировали рак. Как мне лечиться? Я раскладываю карты. Я говорю, вам нужна официальная медицина. Она говорит, я нашла дедушку из Тибета, он там заваривает травки какие-то. Я раскладываю, вам дедушка из Тибета не поможет. И что вы думаете? Она меня послушала? Нет. А, так это уже дело ее. Но если у вас человек задает такой вопрос, вот я бы задал вопрос. Как бы я поступил? Ну, я не знаю. Но я бы задал такой вопрос. То есть официальная медицина. Я уже не знаю, что они там будут делать в этой официальной медицине, как они будут лечить. Это не моя проблема. Да, я же не врач. Но я вижу, вот дедушка, вот официальная медицина. Официальная медицина лучше, чем дедушка. Все. Никаких вопросов. Вот. Еще. И ничего. И человек не воспользовался. Несколько месяцев мы его похоронили. Понятно. Ну, хорошо. Но, а я... В данном случае вам карты это сказали, верно ведь? Да, да. Это не я сам решил свою башку. Так. А вот есть такие моменты, когда вы интуитивно чувствуете... Ну, опять же, это же прогнозы, это гадание, правильно? Но не сто процентов же. Ну, ты же не можешь сказать, что сто процентов совпадает. Никогда не скажу я такого. Не скажете. И 90 вряд ли. Ну, допустим, даже 90 процентов есть. Наверное, какая-то у вас есть статистика. Ну, скажем так. Ну, 10 процентов, оно не будет совпадать, да? Вот не совпало оно. Да. Так вот, я разбираю гипотетическую ситуацию, когда карты вам говорят одно, а интуитивно вы чувствуете другое. Такие ситуации бывают? Я всегда скажу это. Я всегда это скажу, что по картам я должен вам сказать вот это, но у меня мое личное ощущение, что это будет не так. Вот. К этому все время я и пытался это вести. Но вы сказали в начале о том, что если человек у вас только спросит ваше мнение... Если у меня будет сильное противоречие между тем, что я вижу в картах и тем, как я внутренне это чувствую, не головой чувствую, не головой думай, а некое внутреннее ощущение, я это упомяну. Если это не совпадает с моими моральными убеждениями или еще с чем-нибудь, я не буду об этом говорить. Это не моя проблема. Я понял. Если у меня именно в процессе работы возникает некое интуитивное видение развития ситуации одно, а в картах я вижу другое, я озвучу оба варианта. Хорошо, понятно. Ну, вот это я пытался и спросить. А были ли у вас часто такие ситуации, когда карты говорят одно, вы видите другое? Крайне редко. Но можете привести какие-то примеры? Говорили вы... Машину моего знакомого украли машину сахара. В далекие 90-е такое было модно. Он приходит, найдут или найдут. Карты вот ложатся. Идеально. Как будто она уже у него во дворе эта машина стоит. Я посмотрел, ну по картам вот так. А по моему ощущению, что забудь вообще. Он говорит, понял. И? Не нашли. Ну, в данном случае это ничего не изменило ведь. Вопрос зададут, найдут, не найдут. Ну, не нашли. Или нашли. А вот я пытаюсь спросить вас, если были такие ситуации, когда то, что вы сказали, и человек сделал так, как вы сказали... Я не помню такого. Не помните, да? Я не помню. Может быть такое и было. Я не помню такого. Угу. Угу. Ну, то есть, короче говоря, ситуации гораздо, наверное, больше, да? В пользу того, что, как говорят карты, и ваше личное ощущение этого момента совпадает, правильно? Вот как вы лично думаете, это так все и совпадает. Но если не включать голову, повторяю, только интуитивно. Если включать голову, тут будет много вариантов. Если включать голову, то очень часто ты ошибаешься. Да. А как сделать так, чтобы не включать голову? Ну, есть техника. Есть техника? Да, есть техника. Несложная, кстати. То есть, я могу вас обучить этому за 4-5 часов. 4-5 часов? Да. Ну, вкратце. В чем она состоит? В чем особенность моего подхода к ТРО? Я превратил это в технологию. То есть, из артефакта, из искусства, которое совершенно непонятно. Я превратил это в технологический процесс. И я этому процессу могу вас обучить. И вы будете это делать, и у вас это будет получаться. Я считаю, это просто колоссальное достижение. Мое особое личное колоссальное достижение. Это то, о чем мы говорили где-то пару месяцев тому назад. И вы хотели... Нет, ну, не так давно. И вы хотели это внедрять, и у вас даже какие-то курсы предполагались именно на эту тему? Ну, это вот я в мае этого года я закончил. Я уже провел два таких курса. То есть, я довел эту технологию до состояния, когда это готовый продукт, готовый курс. И как бы вы его обозначили? Эта технология гадания, она имеет отношение к ТРО? Или такую технологию можно, ну, скажем так, на игральной кости тоже применить? Я не работаю с костями. Ну, к примеру. Я проверял это ни на чем больше. Я проверял это только на ТРО. Поэтому уверенно говорить я могу о том, что это работает с ТРО. Я могу предположить, что это будет работать с другими оракулами. Но уверенно об этом сказать я смогу только после того, как проверю это. Хорошо. Потому что будет какой-то нюанс. Вроде вот, смотрите, есть стрельба из ружья, из автомата, из пистолета. Вроде бы и все стрельба. И из лука. Но есть нюансы. Нюансы есть. Да. Понятно. Интересно. Интересно. Как вы считаете, вот это ваша новая, скажем, практика или система технологии ТРО? Метод. Метод. Метод гадания, да? Метод гадания. Да. А вот проверено временем, проверено веками, можно сказать, методы интерпретации карт, расклады и так далее. И вот у вас появился новый метод. Это новый метод. Это не новый метод. Это объяснение того, что происходит. Это вот когда я вам говорю, что я вижу карты, да? А вы мне задаете вопрос. А как ты это видишь? И до этого момента я не мог вам ответить на этот вопрос. И сколько я беседовал с другими тарологами, я не слышал от них внятного ответа. Почему я вижу это значение? Почему я вынул эту карту? Почему я эту карту интерпретирую именно так? Вот это все я нашел эти ответы. Я могу объяснить почему, как и все остальное прочее. То есть это не новый метод. Революция здесь не в том, что я предложил новый метод, а революция в том, что я объяснил, как этот метод работает, которым пользовались все остальные. Я думаю, точно так же. Примерно где-то там похожим образом. А начинающему тарологу, допустим, человеку, который хочет знать, он необходим или необязателен? Тут есть момент. С одной стороны, это то, что вы должны выучить даже раньше, чем вы выучите карты. Я согласен. С другой стороны, не попробовав самому, вы просто не поймете, как пользоваться этим методом. Не знаю даже, как это объяснить. То есть тут проблема не в том, чтобы с одной стороны не затянуть, чтобы потом вас не переучивать. Потому что переучивать – легче руки отрубить, чем переучить. А когда дать тебе это сразу, ты просто не сможешь оценить, что тебе дали. Проблема оценки даже не в том, чтобы сказать, что я там хороший или еще там как-нибудь. Я вот так бы сказал, что тебя выпускают налет на коньках, ты падаешь несколько раз, а потом тебе объясняют. Смотри, ты упал потому, потому и потому. Чтобы не падать, нужно делать так, так и так. Но если ты не упал, ты даже не поймешь те места, в которых ты упал. Почему ты упал? Почему это произошло? Мне кажется, что с одной стороны, это нужно дать перед самым первым курсом, рассказать эту теорию, потом дать человеку курс, а потом дать это ему еще раз, чтобы уже набив шишки и уже более осознанно понимая, что он делает, он это еще раз повторил. Логично. А как быть с теми людьми? Вот вы сколько лет обучаете? Лет 15? Больше? Да, больше. 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 А вот как быть с теми многими уже обученными людьми, которые никогда не слышали и до сих пор, может быть, не слышат? Вот они выпустились и улетели. Как вы считаете? Я понимаю. Как вы считаете? Они захотят, они придут. Они не захотят, они не придут. Потому что, если бы я сделал это 20 лет назад и таил в ящике стола, это был бы один вопрос. Но если я закончил в июне этого года и сейчас я об этом публично заявил и я это показываю и делаю, то я не вижу. Ну, с вашей позиции тут все понятно. Вы делали абсолютно все правильно. Я не об этом спрашиваю. Я считаю им, этим людям, этим ученикам, которые уже выпустились, с вашей точки зрения, надо было бы взять этот курс. Да. Надо было, да? Несмотря на то, что они достигли каких-то определенных высот. Да. Я тестировал его на учениках и я тестировал его на опытных тарологах, которых я знал. Я им рассказывал эту методику. И просил сделать так, как они делают обычно и так, как они делают по моей методике. И они сказали, несмотря на то, что поначалу было тяжелее гадать по моей методике. Ну, и в том числе, потому что я привык уже к определенному методу и в том числе, что мне надо перестраиваться, еще там следить за всем этим делом. А там много всяких операций надо делать. Но впоследствии этот метод оказался более эффективным. Ты читаешь карты глубже, точнее, видишь больше и меньше устаешь. Ну, это очень интересно. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Напоминаю, мы беседуем с руководителем русской школы Таро, с тарологом с очень большим стажем, почти четверть века, Сергеем Савченко. И если у вас есть вопросы, замечания, какие-то предложения, вы можете прямо в YouTube это написать, поскольку все программы записываются, вкладываются в YouTube. И дальше они идут в Facebook. Очень интересный момент. Я вот прямо сейчас вспомнил, когда начал говорить про YouTube, ходят слухи упорные о том, что в России почему-то собирается закрыть YouTube. Вот как закрыли LinkedIn и какие-то еще, почему, не знаю. То есть, как бы, с моей точки зрения это глупость. Но еще раз, у меня, мое мнение, это очень так, что нам может не совпадать с мнением тех, которые это делают. Давайте мы сейчас, так сказать, в эфире погадаем. Закроет или нет? Закроет YouTube или нет? Первый вопрос. Второй вопрос. Если да, то когда? До 1 июня следующего года. Да. Почему? Нам надо спешить тогда ведь. Понимаете? Если закроет, нам надо срочно выкладывать это все. Нет, не закроет. А это вы уже знаете? Нет, я достал карты. Страшный суд, колесо фортуны, дьявол, жрица и влюбленные. До 1 июня следующего года не закроют. До 1 июня следующего года не закроют. Ну, замечательно. Дорогие друзья, я, так сказать, очень рад, потому как мы работаем для вас. Ну, и было бы очень обидно и печально, если бы мы, так сказать, фолостую, а подписчиков у нас много, что, в общем-то, и предлагается. Причем тут нету, как вы сами понимаете, никаких реклам. Это просто информация, которая может быть полезна. Полезна тем людям, которые захотели бы ей воспользоваться. Сергей, у нас, как всегда, время у вас, точнее, позднее. У нас еще середина дня. Но, тем не менее, давайте мы сделаем еще одно гадание, с вашего позволения. Речь идет вот о чем. Я совсем, ну, я, может быть, уже озвучивал, но есть у нас в Соединенных Штатах одна женщина, астролог, к мнению которой, в общем-то, прислушиваются довольно многие люди. Она ведический астролог. И вот по параметрам, по каким-то и каким-то аналогиям с предыдущими событиями, она сделала вот какое предсказание нельзя, а прогноз. То есть очень и очень и очень вероятность террористических актов, которые произойдут, ну, по всей вероятности, на территории Соединенных Штатов, что, в общем-то, и отразится по всему миру, конечно же. И время такое, Крисмас, Рождество и Новый год. Вот конкретные даты, там, 24-е, 25-е, 26-е, может быть. Ну, 31-е еще более вероятно. Что вы по этому поводу, точнее, карты нам скажете? Я бы сказал, что это сомнительно. То есть и то, и другое. И то, и другая дата. Да, и та, и другая дата сомнительная. Значит, ну, давайте мы тут уточним. То есть у нас есть событие масштаба, когда в Боинг врезается дом торговли. Или как он там назывался? Это был, ну, по-английски это трейдинг-центр. Да, это одно событие. Второе событие, когда какой-нибудь ублюдок стреляет в прохожих и бывает там трех человек. То есть события не сопоставимы по масштабу. Вот события первого уровня очень сомнительные. Маленькое террористическое событие. Ну, мне кажется, они у вас каждый день происходят. Как и везде. То есть вопрос, раздует ли его СМИ до вот такого вот. Или оставит незамеченным. Но так, чтобы вот, как с этим торговым центром, чтобы было, мне кажется, это сомнительно. Хорошо. И самый-самый последний раз уж мы беседуем. Я читал публикацию. Может быть, не террористическое событие. Может быть, природная катастрофа. Может быть, техногенная катастрофа. Но, опять-таки, не в масштабах Америки. Ну, понятно. Не в масштабах Америки, а в масштабах какого-то города или деревни. Хорошо. А давайте в масштабах вообще-то говоря не Соединенных Штатов, а в масштабах мира. Я... Василий Иванович, а в мировом масштабе майор? Да, майор. А птица она. Да, помню. Так вот. Был такой человек. Миша Нострадамус его звали. И он как-то делал свои Катрены зашифрованные. Вот об этом тоже у нас много программ было. И я, в том числе, говорил. И вот у него, путем сложных нумерологических вычислений, он пришел к выводу, что 2017 год. То есть, уже вот-вот. Будет годом очень каких-то серьезных и очень серьезных событий. В том числе, чуть ли не в этом году начинается война мусульманства и христианства. Вот она уже идет тысячу лет. Оно... Это будет гораздо более серьезней. То есть, она началась, да. Первая ласт... Ну, знаете, когда начинается война, идет артиллерийская подготовка. Вот. Септембр-11, 11 сентября только вы упомянули, потом было вторжение. А крестовые походы мы уже забыли, да? Это было давно. А это было... Я вас помоляю. Это не так давно было. Я читал эту книжку буквально вчера. Потому что вы читали книжку вчера, так для вас это было недавно. Я понимаю, да. Для меня это было, как вчера это и было, собственно. Да. Ну, в конце концов, да. Можно сказать, виноваты во всем пришельцы. Это было войны. А давайте мы проверим. Давайте мы проверим. 2007 год. Я разошел карты на 2017 год, на начало войны. Я войну, как таковую... То есть, больше, чем сейчас, я не увидел. Ну, будем считать, сейчас войны нет. Есть какие-то напряженности, есть какие-то очаги и так далее, и так далее. Ну, вот это, с моей точки зрения, очень и очень позитивная нота, на которой мы можем закончить нашу программу и успокоить всех, кто читает те же публикации. Ну, я к этому отношусь очень и очень абстрактно. Во-первых, я знаю, что будет, скажем, лично со мной и вообще с многими другими. Поэтому, что будет, то будет. Там сверху, так сказать, все видно. И потом жизнь, она не прекращается, так или иначе, даже после разрушения нашего скафандра, в котором мы все находимся. Костюмчика. Да. Ну, мнения, конечно, могут быть у всех разные. Поэтому, дорогие друзья, вы озвучиваете ваше мнение, пишите, да, и говорите, в чем не прав Сергей Савченко, в чем не прав Майкл Мелехов, так меня зовут. И мы вот от ваших вопросов будем отталкиваться и дальше будем давать ответы. В основном не мы, а вот Сергей Савченко. Все. Спасибо большое, Сергей. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания.